Здравствуйте! Это новости спорта в студии Александр Захаров. В тренерском штабе трактора появился ассистент главного наставника, а боксеры и каратисты завоевали золотые медали на юношеской олимпиаде в Бунас-Айресе. Подробности прямо сейчас. Руководство трактора назначило нового ассистента главного тренера. Им стал 44-летний воспитанник челябинского хоккея Андрей Мезин. Один из самых успешных белорусских вратарей в истории, который участвовал в трех олимпиадах и одиннадцати чемпионатах мира. Обладатель Кубка Шпенглера, Кубка Европейских чемпионов, серебряный призер чемпионата Германии, четыре раза признавался лучшим хоккеистом Беларуси. Выступал за многие клубы, в том числе российский Акбар, СКА, Салават Юлайф, Магнитогорский Металлург, Трактор и Авангард. В сезоне 2012-2013 стал серебряным медалистом чемпионата КХЛ в составе черно-белых. 23 февраля 2015 года официально объявил о завершении карьеры игрока. В последнее время работал тренером Минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси. Напомню, что недели ранее хоккейный клуб «Трактор» покинул наставник команды Герман Титов, уйдя в отставку по семейным обстоятельствам. Сейчас исполняет обязанности главного тренера Алексея Тертышиной. Челябинская команда «Секрет» завоевала золото на первенстве мира по фитнес-аэробике в голландском городе Лейден. Спортсменки блестяще выступили в дисциплине степ-аэробика в возрастной категории 11-13 лет. Опереди в финале четыре команды, в том числе серебряных призеров из Чехии и бронзовых из России. Подробности из Нидерландов нашим корреспондентам рассказала наставник чемпионок Олеся Власова. Команда «Секрет» после полуфинального тура заняла первое место и начала держать лидерство. В финале команда допустила ошибку, но их сложность программы, техника, мастерство и виртуозность исполнения не помешала остаться на первой позиции. Добавлю, что за награды состязаний помимо европейских стран спорили представители Индии, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии. Отчелябинец Вячеслав Плотников стал двукратным победителем юниорского первенства мира по гиревому спорту. На престижные соревнования в составе сборной России от Челябинской области отправился один спортсмен. Вячеславу Плотникову удалось показать наилучший результат весовой категории до 78 килограммов в двоеборье и стать победителем гиревой эстафеты в составе сборной России. Подготовили спортсмены тренеры Андрей Симушин и Олег Потапов. Успешно выступила и сборная России, которая стала победителем соревнований в общекомандном зачете. Добавлю, что в Латвии выступили представители 32 стран. В Аргентине завершаются третьи юношеские Олимпийские игры. Лидером общекомандного зачета являются российские спортсмены. Свой вклад в общую копилку внесли подопечные южноуральских тренеров Виктора Фахрудинова из Латоуста и Андрея Савченко из Челябинска. Их воспитанники завоевали медали в боксе и карате. Золотые награды в столице Аргентины завоевали российский боксер Алексей Дронов и Анастасия Шамонова, одолевшие соперников из Казахстана и Франции. А сегодня за награды высшего достоинства будут биться еще двое подопечных старшего тренера юниорской сборной России по боксу Виктора Фахрудинова из Латоуста, Рустан Колесников и Илья Попов. В состязаниях по карате Сереброда была российская спортсменка Анна Чернышева. Она уступила в финале только конкурентке из Японии, страны родоначальницы этого вида спорта. В заключительный день состязаний на татаме выйдет еще один ученик старшего тренера национальной сборной по карате Челябинца Андрея Савченко, Роберт Абакимов. Отмечу, что третьи юношеские олимпийские игры стартовали в Буанас-Айресе 6 октября. Проводится раз в четыре года. В состязаниях по 38 видам спорта участвовали около 4000 спортсменов из 200 стран. Перед заключительным днем лидировали россияне, на счету которых было 56 медалей, в том числе 28 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых. Южноуральские боксеры Эдмонд Худаян и Эдуард Абзалимов вышли в полуфинал чемпионата России в Якутске и обеспечили себе как минимум бронзовые медали. 34-летний капитан сборной Челябинской области по боксу Абзалимов одолел в 1-4 финала Авика Аганисяна. А 22-летний Эдмонд Худаян из Лотоуста взял верх над Николаем Харанхаевым из Улан-Удэ. Поединки за выход в финал пройдут 19 октября, завтра. Отмечу, что на прошлогоднем чемпионате страны в Грозном Худаян и Абзалимов стали бронзовыми призерами. Всего же в коллекции наград заслуженного мастера спорта Эдуарда Абзалимова уже есть 10 медалей российских чемпионатов. В том числе золотая, 4 серебряных и 5 бронзовых. Нынешняя медаль будет 11-й по счету. Завтра станет известно, какого она достоинства. На сегодня это все. Далее Елизавета Болдырева расскажет, какую меру пресечения вынесли 11-класснику из Челябинска. Который, поверьте, следствие убил свою старшую сестру. Не переключайтесь.